Гаврюш! Гаврюшка! Гаврюш! Алё! Алё! Привет! Всем привет, ребят! Я вам уже вчера рассказывал, что хочу перегнать забавку вот сюда, ближе к Гаврюше, они будут стоять через перегородку, а там будет делаться один большой загончик, но это со временем. Я не гарантирую, что он будет вообще сделан зимой, потому что на самом деле сейчас, пока он мне-то и не нужен у меня, и нет поросят, чтобы туда садить. Но это так, на долгосрочную, как сказать, планёрку. В общем, вот так. Но всё равно, хочется, чтобы телятки стояли рядом, и у них были одни ясли на двоих. И как раз сейчас я этим занимаюсь. Здесь, вот здесь был загончик, в котором стоял телёнок, на несменяемой подстилке всю зиму, и это была прошлая зима, и вот так оно всё там и лежало. Оно уже там перегнило, даже получился перегной, так что сейчас мне вычищать уже не так-то сложно. Я сейчас всё вычищу и настелю новый пол прям поверх старого. Он не скажу, что прям порченый, но когда там жила свинка, то она сделала там несколько... ну, повыгрызала немножко дырок в полу, поэтому он такой неровненький. Ну вот я вам про вот этот пол. Доска там пятидесятка, и она достаточно такая ещё цельная. Здесь пол немножко повыше, он настелен сверху, и так же сделаю там. Думаю, уберу вот эту перегородку и сделаю новенькую. Ну, такую, не такую плотную, а из там две-три доски, чтобы просто телята не мешали друг другу. И оно будет выглядеть более цивильно, потому что, знаете, вот уже за почти три года съёмки роликов на YouTube, вот я пересматриваю свои старые ролики и вижу, что раньше, ну вот когда я только завёл канал, я вам показывал немножко больше. То есть я показывал всё как есть во дворе, и очень часто, прям очень часто вы, бывает, тоже вступаетесь за меня в таких комментариях, что пишут, что везде бардак, везде срач. И, ну, знаете, это не новые постройки, и прям заменять каждую досточку, как только она там или немножко подгнила, или немножко кто-то её надгрыз. Ну, я вам сто процентов говорю, что ни в какой деревенской семье такого нету. Да, вот много блогеров, которые создают хозяйство именно во время, ну, то есть во время съёмки роликов, понимаете, то есть вот они начинают вести канал, и с этим начинают создавать хозяйство. Ну, то есть увеличивать его, там заводить новые виды животных или птицы, то они, у них получается помещение все новенькие, всё сделано идеально, но и этому помещению больше 30 лет, понимаете, ребят? И здесь не всё так хорошо, как некоторым хочется, чтобы здесь было. То, что стены, например, не побелены, или там перегородка сделана из подручного материала, на рост телёнка никак не влияет. Вот если, конечно, я снимаю ролики, то вот для этого, конечно, и нужно сделать. Сейчас здесь побелить, например, стены, хотя я уверен, что во многих, ну, то есть деревенских людей, которые живут в сёлах, тоже всё так же, как и у меня, потому что, ну, тратить доски, ну, то есть деньги на доски, на побелку, да, вы сейчас скажете, это не так-то и дорого, но в таких сёлах, как живу я, вот в таких далёких от населённых, ну, от городов и больших, и маленьких, на самом деле заработки с того же поросёнка, с той же коровы, по поводу молока продажи, с того же выкормленного телёнка, мизерные. И не все хотят тратить деньги на, например, на побелку, на покупку новых стройматериалов. Животные стоят себе накормленные, напоены в тепле, в добре и всё. Так и здесь. Да, я сейчас всё здесь немножко изменю. Да, я даже немножко побелю стену. Ну, немножко полностью побелю. Но это только для того, чтобы ко мне не было претензий со стороны подписчиков, чтобы они не говорили, бедные животные стоят в грязи, и то, что стены не побелены, это телят не замазывает. Они как стояли чистенькие, сухенькие, так и стоят. Главное, чтобы была сухая подстилочка, и всё. Ну, в общем, не знаю, донёс ли я вам свою мысль или не донёс, но сейчас я буду здесь немножко убирать. Паутинку потом посметаю. Конечно, уже как будут строиться ясли для телят, вы увидите чуть попозже. Ну, а в этом ролике вот то, что я вам сказал, то я и сказал. Вот так. Здесь стояли две коровки. Здесь стояла ночка. А здесь стояла рябина, где сейчас лежит за балком. Здесь будут поросятки потом. Сейчас я вот дочистю. Тут осталось, может, тачки на 4, может, на 5. Оно уже всё трухлое. Ну, я имею в виду вот этот поперегной. И легко набирается. Там, конечно, по краю немножко подсохло, поэтому оно берётся комками не очень-то и удобненько. Вот так. Посметаю паутинку, постелю полу, беру перегородку. Вот так. Ещё хотел сказать, почему здесь такая вот подстилка, которая не убрана давным-давно. Всё дело в том, что коровами занималась Светлана Николаевна. И я ей с ними не помогал. Последнее время не помогал. Где-то больше года я вообще не помогал ей с коровами. Не начинаете кидать в меня тапки. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что мы с Мариной уже около 5 лет, а то больше, наверное, просим её. Прям, можно сказать, заставляли их продать. Потому что мы видим, что ей тяжело. И если бы я продолжал ей помогать с коровками, она бы их никогда не продала. А тот доход, который она получала на них, он очень-очень мизерный. Понимаете? То есть и тратить столько сил, когда сил у неё на самом деле нету, потому что ноги болят, на то, что не приносит нормального дохода, я считаю, что не стоит. Вы сейчас опять, вот я сразу скажу, чтобы вы не писали это в комментариях, что вы можете написать, что да вы же не покупаете корм, у вас получается, ну что доход получается выше. Но с ценами на корм, которые есть сейчас, какие цены на зерно, то лучше то зерно продать. И будут те же самые деньги, чем ты будешь водить тех коров на луки, носить им сено, вывозить от них навоз, потом перерабатывать молоко. Потом это молоко и продукты переработки молочные возить на рынок, стоять там продавать. Они всегда покупают, потому что сейчас все говорят, да проще пойти купить в магазине какую-нибудь, не творог настоящий, какую-нибудь творожную массу, она так и называется, непонятно она с чего сделана. И не покупать вот домашние продукты, которые, конечно, немножко дороже. И вот так часто продукции не продавалось, и это тоже, ну то есть убирало определенную часть дохода. Поэтому целый год где-то не помогал Светлане Николаевне, и наконец-то мы ее уговорили этих коров продать. Ей было жалко, конечно, их продавать. Ну как жалко, не то что жалко продавать коровок, то это вот уже вошло, знаете, в привычку, и она уже этим занималась на автомате. Я не скажу, что ей это нравилось в последнее время, потому что, ну, потому что у нее больные ноги. Но она занималась на автомате этим, потому что занималась этим годами. Ну и дозанимались. И мы очень рады с Мариной, что наконец-то коров у нас, у нее нету. Вот так. Ну а телятки у меня есть. Теляток я буду докармливать уже до больших. Посмотрим. Может по весне забава погуляет, и мы ее продадим как стильную телку на корову кому-нибудь. Ну а там будем смотреть. Еще вот я уже много раз рассказывал в своих роликах, что продать телку вот такую, ну, что-то между теленком новорожденным, которое ничего в нашей местности не стоит. Когда я смотрю блогеров из России, они рассказывают, что у них цена на теленка 12 тысяч, 15. У меня глаза на лоб лезут, потому что у нас цена на теленка 2000, если в рублях. Понимаете? Вот новорожденный 5-дневный теленок стоит 800 гривен. Но это телочка. Бычка можно купить за 3000 рублей, то есть где-то за 1200. И все. А потом, то есть, или 5-дневного за 1000 ты продаешь теленка, или кормишь целый месяц молоком. Она выпивает, теленок за день выпивает 2 банки молока, то есть 6 литров. 6 литров стоит 100 гривен, то есть за 30 дней теленок выпивает 3000 гривен. А месячного теленка можно купить за 2000 гривен. Понимаете? То есть вот это какой-то абсурд. Потому что вот такие у нас цены на все. Здесь я имею в виду на свою продукцию. Поэтому молоко продавать было не супер-пупер выгодно. Я не говорю, что она уходила в ноль, Светлана Николаевна. Что-то она на нем, на коровках получала. Но тот труд, который вкладается в это животное, оно того не стоит. И телята. Вот уже третий год подряд у нас во дворе есть телята. Не потому что мы их хотим себе оставить на откорм. Вы знаете, что у меня нет даже загонов для них. Потому что из года в год Светлана Николаевна всегда их продавала. А вот эти последние три года, ну вот эта цена, которую предлагают по объявлению, что типа приедем, заберем теленка, звонили. А они вообще говорят 600 гривен телочка. Это 1500 рублей пятидневная. И 800 гривен бычок. Поэтому три года подряд телята, которые рождались у коровок Светланы Николаевны, оставались у нас на хозяйстве. Мы их выкармливали и потом мы их сдавали. И оно хоть что-нибудь да приносило. Оно не выглядело как супер доход, потому что теленок это не такое уж и прибыльное животное, если оно одно стоит. Но это выглядело как копилка, в которую ты вкидывал по монетке, вкидывал, а в конечном итоге разбил эту копилку и получал какую-нибудь, никакую сумму. В прошлом году, когда мы в апреле сдали, я сдал двух телят, телку и бычка, мы слетали в Турцию отдохнуть. Ну вот видите, вот примерно такую сумму мы получили. Так что вот так. Ну всё, ребят, буду сейчас доубираю, а потом продолжим. Так. 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 все поеду отвезу тачку все поеду отвезу тачку все поеду отвезу тачку все поеду отвезу тачку вот так вот чистенько утка не слазь даже проверять не хочу яйца точно какие-то тебе страшно да вот так на этот пол на стилю это быстренько здесь ровненько я не знаю так как уже коров нету то говорить о том что будут еще телята я не могу но и не зарекаюсь того что может быть когда-нибудь я или куплю или вот у тетинина у соседки которая кстати купила у нас коробку это традиция бачоке она скажет забирай может и заберу но это не точно так что забавен века здесь хватит еще раз повторюсь может мы ее в мае гаврюшкой случаем и потом попробуем продать ее на коробку если это получится потому что еще раз повторюсь уже в который раз и не в одном видео это говорил что все хотят купить сразу дойную корову за три копейки чтобы она сразу давала молоко никто не берет телок тем более ну то есть телок которые только погуляли а держать ее еще один год пока не планирую а там как получится ну вот так ребят вот и все убрано сейчас вот там тряпку там уберу там я так понял стекла нету может кто-то выбил буянчик тут стоял точно скорее всего он и выбил там стекло слава никола у нас затулила тряпкой сейчас все уберу забью пленкой поставлю решетку где-то надо у нее спросить где она оставила ты решетку забавушка моя девочка красавица будешь коробкой не будешь давай загуляешь в мае будет год и месяц и случаем ты девка крупная у нее такая толстая шея ребят что ошейник если он немножко свободно он у него снимается через ну через роги поэтому она вот завязана на вторую второй круг здесь вот еще один чтобы сделать больше и вот здесь на две на две как они называются вот выскочила за головы у цепи в общем на одно кольцо на два кольца завязана вот так да за бабушка будешь стоять возле гаврюшки сейчас я слез делаю будет вам удобненько да красавица вот это будет уже в следующем видео ребята потому что сейчас мне нужно отлучиться съездить отвезти управляющую домой и провести марина ну сестру сюда она уехала к второй бабушку ну повезло своих деток ко второй бабушке вот так ну вот такие дела ребят до аврюшка сегодня у вас будет кормушечка я вот эту вот эту перегородку сейчас уберу она вон или просела или что в общем туда или не изгнил у нее и сделаю здесь ясли вот такие сплошные от края до края здесь примерно два с половиной метра я думаю а здесь прибью пару досточек как и говорил да аврюшка красавчик потому что он поворачивается он небольшой сейчас без кормушки он так поворачивается и ссыкает на сено а мне приводит приходится его вывозить каждый день тачками да красавчик потому что вот я им даю тюкна пополам а половину вывожу на навозную кучу получается у меня куча не навозная какая-то сено соломная потому что у свиней сено куча а а у этих куча то есть наоборот у свиней куча соломы а у этих куча сено что красавчик вот так все ребят всем большое спасибо что вы слушали всем пока 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 гаврюшечка хватит облизываться сделаю ясли покладу ему у меня есть два брикета соли два куска и будут они вот эти лизуны они будут их лизать да вот и баловный клопчик сиську хочешь ты большой уже сколько получается ему это ему будет он августовский 4 месяца будет 19 сегодня 13 до пузань 4 месяца будет хорошенький больше больше 100 килограмм в нем давно прям хороший мальчик все всем пока пока